всем доброго времени суток меня зовут надежда я рада приветствовать вас сюда на канале сегодня предлагаю вместе со мной связаться вот такой ажурный узор вяжется он просто легко схема заполняется быстро так выглядит он с его стороны и вот так вот вот выглядит с изнаночной стороны подойдет для вязания летних изделий палантинов шарфов летних маячек осенних межсезонных джемперов я думаю что вы найдете применение данного узора если интересно как он держится оставайтесь со мной а я подробно покажу на спицы любым удобным для вас способом набираем 22 петли в набранные 22 петли входят 25 раппорта узора и 2 петли кромочные разворачиваем вязание на изнаночную сторону и провяжем с вами как обычно первый ряд изнаночными петлями впоследствии в высоту узора мы этот ряд считать не будем вяжем его полностью изнаночными петлями последнюю кромочную провязываем также изнаночной петлей довязываем ряд до конца самостоятельно довязали ряд до конца разворачиваем работу на лицевую сторону вяжем 1 лицевой ряд первую кромочную петлю мы снимаем далее вяжем 2 петли лицевых две петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 1 петля лицевая 1 накид 1 петля лицевая 1 накид 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 1 накид 1 накид 1 накид 1 петля лицевая 1 накид 1 накид 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 1 петля лицевая последняя кромочная изнаночной петлей разворачиваем вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд вяжем полностью изнаночными петлями включая накиды 2 лицевой ряд первую кромочную петлю снимаем 2 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 1 лицевая 1 накид 1 лицевая 1 накид 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 1 петля лицевая 1 накид 1 лицевая 1 накид 1 лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 1 петля лицевая последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей разворачиваем вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд вяжем полностью изнаночными петлями вяжем 3 лицевой ряд первую петлю кромочную мы снимаем 1 петля лицевая 1 накид 1 лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 3 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 1 петля лицевая 1 накид 1 петля лицевая 1 накид 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 1 петля лицевая 1 накид последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд вяжем полностью изнаночными петлями 4 лицевой ряд первую петлю снимаем 2 петли лицевых 1 накид 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 1 петля лицевая 1 накид 3 петли лицевых 1 накид 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 1 петля лицевая 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 1 петля лицевая 1 накид 1 петля лицевая последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей разворачиваем вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями включая накиды вяжем 5 лицевой ряд он же заключительную высоту раппорта нашего узора первую петлю кромочную снимаем 3 петли лицевых 1 накид 1 петля лицевая 3 петли вместе 1 лицевой 1 петля лицевой 1 петля лицевой 1 накид 1 петля лицевая 3 петли вместе 1 лицевой петли 1 петля лицевой 1 накид 2 петли лицевых последняя кромочная изнаночной петлей разворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем последний изнаночный ряд высоту нашего раппорта он вяжется также как и предыдущие изнаночными петлями мы провязали с вами один раппорт узора в высоту вот так он выглядит на данном этапе вы можете вязать продолжать столько раппортов сколько нужно вам в зависимости от вашего изделия вот такой рисунок получается на выходе если провязать несколько раппортов выше у меня провязано их 3 я уже повторюсь вы можете вязать так столько раппортов сколько нужно вам таким узором получается очень шикарные палантины прямо рекомендую ну а на сегодня у меня все надеюсь было для вас полезно встретимся с нами с вами в новых видео пока пока